всем привет сегодняшнее видео про снаряжение патронов так называемых шостинских патронов или патронов которые используют в качестве основы шостинскую гильзу что такое было на канале вот они патрончики такие производства казенное предприятие шостинский казенный завод импульс у меня были видео по отстрелу по вскрытию этих патронов патрон принципе неплохой он недорогой был свое время и многие охотники использовали вы этот патрон очень интенсивно своих целях кроме того патрон был неплох для плинкинга ну не считая то что он такой бодасты достаточно но тем не менее вот цена этого патрона вполне нивелировала его все недостатки вот такой вот вот такой вот патрончик это по моему здесь семерка или девятка ну какая-то мелкая дробь до семерка эти патроны все обещал отстрелять но все никак почему-то ладно со временем картечь вот таких вот коробочках так что у нас тут на порох икру картечь 8.5 то есть шостинский завод импульс делает довольно таки разнообразный ассортимент этих самых патронов но тут же возникает вопрос о том что стрелянную гильзу после этих патронов хотелось бы снарядить и сделать самодельный патрон на основе этой самой гильзы и тут у нас возникает несколько подводных камней несколько нюансов которые необходимо учитывать ну вот он патрончик снаряженный в гильзу шостку это был патрон с картечью 8.5 когда-то так вот первый нюанс состоит в том что при производстве этого патрона нужно очень тщательно производить выбраковку гильзы к чему потому что бывалые охотники которые часто используют этот патрон знают зачастую бывает такая ситуация когда донцы отделяется от самой гильзы и тогда это ну и прокручивается и в результате это гильза становится не приспособленной для перезарядки этот нюанс надо обязательно учитывать и каждую гильзу тщательно выбраковывать кроме того края гильзы которые подбираются закатки они ну частенько бывают так что просто рвутся здесь пластик какой-то используют такой жесткий он такой пластик не пластичный то что называется и в результате края гильза рвутся ну вот мы если посмотрим вот на этот патрончик то тут видим что вот зубчики пошли вот эти вот гильзы которые мы здесь видим они снаряжены по второму разу ну то есть один раз заряжены уже самодельный патрон а потом еще раз второй нюанс который необходимо учитывать это то что сюда не подходит любой капсуль ну тут как бы с виду мы видим что здесь используется еврокапсуль да вот маркировочка стоит черный маркер а но на самом деле сюда подходит только родные шостинские капсуля кз-2197 вот так вот он выглядит коробочка коробочки со эти самые капсуля вот но с виду капсуль как капсуль обычный еврокапсуль но когда мы начинаем вот так вот ватка укладчица ну в общем лучших традициях советского союза все сделано смена мастера осмотрщица но дело в том что этот капсуль относительно традиционного обычного еврокапсуля там производства испании германии он отличается и он своим диаметром он немножко меньше то есть другими словами если мы толкаем этот капсуль в обычную гильзу не шостинскую то он просто оттуда очень легко выпадает а если мы в эту гильзу толкаем еврокапсуль производства не шостки а то он сюда просто не идет то есть другими словами используя шостинскую гильзы нужно использовать опять-таки шостинский капсуль это обязательно после того когда все эти нюансы учтены можно приступать к снаряжению патрона но здесь конечно может быть всякие различные рецепты и нюансы я же эти патроны належаю следующим образом шостинская гильза шостинский капсуль 2,2 грамма пороха сокол картонная прокладка древесно-волокнистый пенопластовый пыш картонная прокладка 30 грамм дроби в данном случае это дробь номер 4 стекляшка и завальцовка завальцовываем вот таким вот закаточкой вот она одета на оси честно скажу не имея прибора для завальцовки использую для этого самый обычный шуруповерт вот так вот в результате получаем патрон соответствующая маркировка черная точка означает что здесь используется порох сокол полный это . они полностью закрашены капсул это значит что здесь не используется пыш-контейнер то есть бесконтейнерный патрон давайте теперь этот самый патрон немножко потестируем для тестов ружье вот этот вот самый коротыш так называемая лупара это у нас фальш-патроны пока убираем значит как тестируем здесь два ствола и цилиндры то есть из какого ствола мы будем стрелять здесь абсолютно не имеет никакого значения ну давайте будем стрелять из верхнего как бы ближе к точке прицеливания там у нас на дистанции на огневом рубеже мишенька мы сейчас подойдем на дистанцию в 35 метров выстрелим посмотрим на результат верхний ствол посмотрим что там на стреляли вот такая у нас осыпь на 35 метров ну как плохо хорошо смотрите сами дело в том что ствол короткий всего-навсего 47 сантиметров и при этом отсутствует дульное сужение здесь чистый цилиндр поэтому ну как по мне так очень даже неплохо как на 35 метров сейчас поотмечаем и родилась идея наверно нужно стрельнуть будет еще на 20 метров и посмотреть насколько кучная осыпь будет на 25 метров потому что все таки как мне видится при использовании патрона без контейнера все таки наверное дистанция эффективной стрельбы будет снижена и значительно снижена вот поэтому считаю подобный тест на 20 метров обоснована но здесь вот пятно большущие пятно ну и здесь такие вся осыпь почему-то немножко смещена влево ну давайте на рубеж дистанция в 20 метров тот же патрон верхний ствол посмотрим что получится вот то о чем я говорил тот эффект который дает переснаряженный патрон донца гильзы совершенно оторвалось от самой это это чудо что мы для стрельб не используем например полуавтомат потому что если бы это был бы полуавтомат то это было бы ну как минимум утыкание на щит упал как минимум утыкание просто следующего патрона ствол а если бы патрон протолкнул гильзу дальше ствол то скорее всего это было бы либо поддутие либо разрыв ствола вот это самый большой недостаток этих самых гильз ведь еще делается просто оторвало донцы и там если в ствол дальше заглянуть сейчас попробуем в общем смысл в том вот так хорошо будет видно что гильза ушла из патронников сам ствол дальше туда ушла а а соответственно шанс что следующий патрон в полуавтоматическом ружье протолкнет эту гильзу дальше ствол значительно больше видите что мы имеем вот такой вот результат вот такой вот донцы поэтому каждый стрелок охотник при переснаряжении этого патрона вот этот вот нюанс обязательно должен учитывать вот это не дело когда донцы отрывается от самого гильза это очень плохо очень плохо ну давайте посмотрим чем там настреляли перед вами осыпь этим патроном на 20 метров ну как мы видим все пошло намного кучнее есть попадание по центру хотя вот здесь опять таки пятно и особь смещена влево как-то вот получается все равно то ли это трабл патрона ружья то ли целью стак но видно что особь немножко влево однако есть попадание прям по центру то есть другими словами в этой конфигурации ружье патрон дистанция 25 метров ну очень даже неплохо вот так вот ружье мишень после дистанция 25 метров у Продолжение следует...